добрый день здравствуйте приветствую вас на канале мотоциклы для взрослых сегодня у нас на обзоре последний мультистрада с так называемым десмо приводом клапанов это мультистрада эндуро 1260 двадцатого года значит я как-то уже снимал распаковку именно именно вот этого мотоцикла для бориса для канала борис настоящий мотоциклист теперь снимаем обзор на нее я его покупал как и говорил в двадцатом году когда уже можно было занести денег за v4 но v4 я решил пока не брать потому что есть несколько причин причина первая как правило новый продукт от европейских производителей содержит достаточное количество косяков вот далеко ходить не надо возьмем бмв они своего гуся оттачивали года три то есть нормальный жидкостной гусь пошел где-то года с шестнадцатого то есть 13 и первый выпуск это было конечно сплошной брак это раз во вторых я не хочу в 4 на скажем так утилитарно туристическом мотоцикле потому что та тяга тот крутящий момент который есть у двушки удушек ктм например удушек дукати на маленьких оборотах тем более вот здесь с механизмом dvt то есть десмодромик variable тайминг то есть там ну типа шифткам у бмв или там ввт и у тойота и так далее значит вот он дает прям мощный крутящий вент с 3000 ты как бы очень удобно едешь там на маленькой скорости и спокойно не заморочен под держанием высоких оборотов второй момент третий момент все-таки дизайн вот мы сейчас подойдем сюда дизайн у этого у этого последнего оригинального angry birds он как бы вот ну мне нравится больше то есть в 4 она к это жирка более рубленая то есть есть например известная но на продание итальянка да она там испанка по моему салма хайека есть там анжелина джоли такая скажем так рубленая более вычурная и такая но менее привлекательная соответственно вот это для меня это прям отточенная красивая оригинальная multi strada причем можно было выбрать там разные я выбрал эндуро во первых 30 литров топливный бак я ненавижу заправляться это прям ну как бы часто ездить на заправке а при расходе я думаю литров 6 с лишним это здесь как как бы конкретный плюс большой топливный бак плюс внешность у нее это алюминиевые панели она такая большая крупная массивная то есть такая крепкая птичка это такая не тощая птичка это крепкая именно плюс ходы подвески то здесь подвеска эндурная но я не умею ездить на эндуро но по большому счету как бы иметь возможность проехать там пару-тройку или десяток ям с хорошего хода и не переживать что у тебя там что-то сложится до отбоя это как раз про эту подвеску вот если посмотрите ход 200 миллиметров но у меня где-то вот тут вот я его использовал примерно вот так то есть еще довольно таки большой запас соответственно прекрасные колеса колеса прочные спецованные то есть вот именно на этой модели как и на гусях стоят бескамерные спецованные колеса примерно одинакового дизайна возможно даже один производитель не знаю может быть но тем не менее это так и есть размер колеса 19 это как бы стандарт для таких полу спортивных полу туристических полу adventure байков следующий этап это как бы 21 но 21 это узкий профиль там 110 обычно или там 90 но на асфальте это не какущая техника но возьмем к примеру африку твин вот это африка твин скажем так это для любителей японской техники и honda в целом на асфальте конечно ни о чем так вот здесь кстати с завода стоят неплохие шины они но не сильно цеплю чие скажем так не сильно липкие но при этом обеспечит вам конечно пробег там я думаю тысяч до двадцати там на переднем колесе и наверное на заднем ну десятку то они проходят я думаю что я в это лето чуть попозже поменяю их на правильную резину то есть есть и липкая правильная резина и в таких размерах то есть 120 70 19 и 170 60 17 эту я сниму поставлю другую поэтому там с точки зрения управляемости на асфальте это 95 процентов эксплуатации этого мотоцикла ну по крайней мере я не думаю что будет много народа которые заплатят такой нормальный ценник для того чтобы ехать на нем в лес валять его там по грязи или не дай бог еще хуже по камням то как бы в основное применение это просто там город плохие хорошие дороги новые плохие дороги в основном у нас кстати все меньше меньше плохих дорог поэтому это на скажем так просто имиджевая техника мне нравится там я езжу кому то не нравится он ездить не будет так вот давайте вернемся вот мы к подвеске тормозам спереди 320 миллиметров тормозные диски brembo нет вопросов стану как бы такие средние на четыре с плюсом суппорта м4 32 ну какие-то средние колодки ну то есть пока я езжу не агрессивно меня все устраивает большой ход подвески причем подвеска здесь электронная настраиваемая причем она настраиваем и по-разному перед зад можно там зад жестче перед мягче ну я не знаю зачем такая настройка ну например нужно ну хотя если там зад жестче да и у тебя traction контроль приглядывает за сносом заднего колеса наверное для того чтобы ты как бы мог там упереться им при этом перед у тебя отыгрывают какие-то ямки в поворотах можно настроить например насколько при лоуд передние и задние подвески на каждую из позиций там есть четыре позиции то есть водитель водитель пассажир водитель и багаж и водитель пассажир и багаж вот можно на каждую комбинацию в зависимости от веса водителя и веса пассажира настроить статически так вот так называемый сэг статический прогиб то есть по подвеске кстати здесь загс которым вообще нет вопросов потому что во первых он немецкий во вторых это как бы известная компания в отличие от марцокки какие марцокки это смешные итальянцы они кстати сейчас поставляют на бмв но бмв известные экономы то есть те им дали какую-то смешную цену те согласны покупать сакс дорогая игрушка ну дешевле чем оленс но тем не менее примерно там ну чуть-чуть хуже но на вас очень высоком уровне так вот по настраиваемости подвески у мультистрады эндуро вообще все прекрасно можно настроить прям вот под под любое понимание как вот ты хочешь так ты и сделаешь если двигаться дальше сюда стандартные или образные моторы жидкостной он в свое время начал свой жизненный путь на я вели на 1260 теста стрета 9 мне нравится то есть но как бы нравится по нескольким моментом первый момент крутящий момент снизу просто вот там с трех с половиной тысяч прям выстреливает это раз во вторых он дает вот эти все скажем так механические звуки ну которые сопровождают работу мощной техники то есть вот у меня версия съесть кавасаки вот мы на нее снимали обзор предыдущий но он работает просто как швейная машина то есть ты как бы такой едешь на швейной машине но меня это все устраивало потому что и устраивает потому что это как бы на каждый день обычно обычно японский мотоцикл который много пройдет мало ест не ломается и при этом выполнять все какие функции он не хочу возложить это как бы ты покажешь на ней то ты понимаешь что это отлично техники то есть там механические звуки звук выхлопа серьезно при том что здесь выхлоп стандартный он такой маленький как им удалось получить евро 5 я не знаю но тем не менее маленький стандартный он довольно громкий то есть я может выхлопы менять не буду потому что меня полностью устраивает так вот вернемся к мотору значит во первых он не так сильно жарит ну или просто езжу в в таких скажем так очень толстых джинсах ну теплового комфорта и вернее теплового дискомфорта у меня не вызывает вибрации ну как бы ну двушка тут не может не быть вибрации вибрации есть во всем диапазоне кому-то они нравятся кому-то они не нравятся то есть если я на версии съеду например до 160 у меня вибрации нет никаких то есть такое ощущение едно на электрическом мотоцикле и все здесь есть вибрации всегда и везде на любом диапазоне в большей или меньшей степени меня как бы это устраивает ничего страшного но там на ногах это как бы гасится вот такими толстыми резиночками на руле я так понимаю не гасится ничем кроме грузиков но причем это все здорово работать на руле практически нет вибраций и нет вибрации на зеркалах то есть стандартная история когда в зеркала дукости вообще ничего не видно здесь чем-то отсутствует я этому очень рад и и можно спокойно смотреть там за потоком не обязательно так наугад там крутить головой и понимать что вот это вот размытая точка в зеркалах это скорее всего машин там или другой мотоцикл собой обзорности все хорошо дальше мы переходим вот здесь видно ну как бы защита такая мощная причем с креплением к раме причем через сален блок то есть вот здесь вот такая резиночка стоит она как бы очень мощная алюминиевая красивая к тому же кроме функционала есть еще там инженерная красота дальше идем центральная подножка вот как-то вот так причем ставится на центральную подножку сейчас покажу как сейчас вот раз ставится хуже чем не даже не буду пока короче ставится хуже чем на версии потому что у версии за как-то здорово сделано крепление этой подножки относительно центр тяжести мотоцикла и ты прям такой об и все и как бы поставил здесь это все сложнее в отличие от стандартных мультистрат здесь задний маятник двухсторонний то есть он не консольного типа потому что это эндуро потому что это надежно потому что как бы если вы будете на ней прям ввалить по плохой дороге то естественно все эти консольные крепления вот здесь оси и так далее будут испытывать большие нагрузки и соответственно скором придет конец и вот эта история с гусями у которых там дохнут задние подшипники в редукторе упорные она как бы имеет под собой очень прямое обоснование законы физики обмануть нельзя здесь итальянцы посмотрели на гуся на гуся на бмв на их гуся и решили на эндуро сделать нормальный маятник ось все вопрос никаких толстенный задний тормозной диск диаметром 265 миллиметров но это как бы могу сказать достаточно много для чего он здесь толстый и большой для того что для того чтобы можно было тормозить задним тормозом который кстати здесь двухпоршневой brembo я торможу естественно задним тормозом только на низких скоростях там в движении в плотном трафике это раз эндуристы настоящие будут им тормозить очень часто потому что при езде по плохим дорогам соответственно задний тормоз очень активно используется поэтому он толстый двухпоршневой для того чтобы было можно тормозить он не перегрелся все было хорошо здесь такая обычного мультистрада еще стоит пластиковая штучка такая типа как закрывает от грязи второй брызговик в эндуро его нет ну потому что можно попасть куда-то я не знаю на заднем колесе ты едешь что-то зацепил они это убрали здесь такой чуть более длинный грязевой щиток то есть защита от грязи здесь не самое лучшее на стандартной мультистраде она чуть получше но как бы подразумевается оффроуд использование и поэтому все максимально рассчитано на то чтобы можно было валить по камням по грязи ничего не оторвать ну как бы не знаю давайте вперед вот так вот еще разочек пройдемся сюда вот это самое дурацкое в мире решение она очень красивая но тем не менее она есть гарды которые защищают от грязи от веток они очень хлипкие я просто их уже давно хотел снять но все-таки пока никак в них интегрированы поворотники то есть вы в кого-то влетели там не знаю в зеркало какой-нибудь газели или в случае правильного использования где-то там толстая ветка или еще что-то прислонились и у вас вот это все вот она так болтается шатается она все отвалится поэтому я уже купил зеркала отдельно с поворотниками вот это все будет полностью снято будет страна гарда обычная на тормоз все будет прекрасно дальше здесь стояла очень странное лобовое стекло она такое такое длинное и прозрачная соответственно когда едешь больше где-то 140 километров в час был баффетинг то есть бьет поток воздуха в макушку шлема и соответственно у тебя шлем болтается я его снял поставил от пайк спика короткая вот такое карбоновая во все ситуации разрешилось полностью но и потом как-то внешний вид мотоцикла приобрел законченный вот образ то есть здесь такой карбоновые коротенькое ветровое стекло здесь наискось алюминиевые шлифованные панели красиво но вот эти глазки здесь кстати сейчас надо сделать вот так так оп оп да 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 сейчас и заводим соответственно вот так это все горит это ближний свет сейчас хочу дальний это дальний свет света здесь море на самом деле очень здорово света здесь море на самом деле здорово очень сделано есть так называемый корнеринг light то есть и на 10 градусов наклоняющийся боковой светодиод загорается потом еще один потом еще один то есть есть 23 стандартно то есть свое время они были первыми потом приехали в ту же историю кавасаки потом по моему бмв на гусе сейчас тоже как-то что-то доделала у них там тоже какой-то боковой свет есть ну как бы ладно то есть еще разок внедорожно-вседорожная тема большой бак удобная посадка прекрасный свет с точки зрения защиты от ветра но люди часто любят стоять огромные вот такие ветровые стекла я наоборот люблю по минимуму потому что все таки издан на мотоцикле это некое взаимодействие с природой их если ты поставил такое стекло то можно проще ехать на машине давайте я присяду оба на вот так это примерно выглядит посадка это вот как бы некий такой момент спорный вот мне нравится возможность двигаться по сидению то есть вот на версии если например я могу сдвинуться назад могу придвинуться вперед здесь так не получится здесь есть некое такое отформованное положение вот у сидения где находится водитель вот а именно вот здесь и соответственно двигаться вперед назад не получается ну как бы но есть минус да то есть Может быть, для кого-то это и не минус, но для меня минус. Посадка вот такая, то есть в коленях ноги, в принципе, довольно-таки демократично расположены. При этом у вас полностью выдувает, вот это все полностью закрыто от брызг впереди идущего машины или там во время дождя. То есть нижняя часть корпуса прикрыта очень здорово. Руки закрыты нормальными щитками, которые я сниму. Соответственно, ветровое стекло я поставил маленькое для того, чтобы был обдув шлемом. Мне так нравится. По большому счету здесь довольно-таки вот, кстати, скользкие материалы, из которого обито сидение. Для меня это минус. Я там, возможно, покатаюсь еще перешью. Я уже делал алькантары, вот эти места. И, соответственно, алькантары обеспечат прекрасное фрикционное взаимодействие с мотоштанами. Поэтому, скорее всего, я так и сделаю. Езда с пассажиром. Для пассажира такое огромное, огромное-огромное место. То есть пассажиру будет комфортно. Можно будет подвигаться тоже вперед, назад, вправо, влево. Подножки невысокие. Они тоже с резиночками. То есть, если честно, кроме Дукати, по-моему, никто не делает подножки заднего пассажира с резиночками. По-моему, так. Я, честно говоря, с гусем не помню, но тем не менее. Причем качество изготовления, вот тут оп, нет никаких, вот, все прям четко фиксируется. Никаких дурацких лифтов и болтанок. Это все алюминиевое, тоже хорошего качества изготовления. Ну, задний маятник тоже. То есть, ребята из Дукати под руководством Volkswagen решили не экономить на материалах. По крайней мере, вот на этой модели. И здесь все стоит прям очень-очень-очень топовое. Из приколов, из дурных, это вот эта история. Опа! То есть, если вдруг там вы что-то упали, куда-то там она, чтобы она не отломилась. Ну, я думаю, что она отломится в любом случае. Но, тем не менее, может быть, с минимальной вероятностью эта лапка выживет. Гидравлическое сцепление сравниваю с КТМ-ом, с 1290 Super Adventure. У него очень мягкое гидравлическое сцепление. Здесь оно такое, как бы, мужское. То есть, у меня на версисе тросиковое сцепление очень мягкое, очень удобное. Здесь оно там, ну, как бы, требует усилий. В принципе, это не мешает. Но вот, когда ты едешь в городе, когда постоянно второе сцепление, первое, первое, там, сцепление, газ, задний тормоз, то здесь, как бы, ну, пальцы чувствуют нагрузку. Не критично, но, тем не менее. У КТМ-а как-то, у КТМ-а это как-то рисуно на более высоком уровне, там оно мега-мягкое. Сцепление, естественно, Брембо, потому что Дукати работает плотно с ними. Здесь все честно, гидравлика. Тормоза, главный тормозной цилиндр, естественно, тоже Брембо. Здесь прямо такое, вот, прям, вот, дозирование, чувствительность, все прям, ну, очень хорошее. Магистрали, естественно, армированные. То есть, ну, японцы любят все еще резину, у них какая-то хорошая резина. Здесь, как бы, никакой резины нет, здесь все армированное. Руль довольно-таки высокий и, причем, не широкий. То есть, ширина руля я мерил где-то в районе 83 сантиметров. Ну, может быть, чуть-чуть, там, на 5 миллиметров могу ошибиться. На версисе у меня 93 больше. Соответственно, здесь чуть-чуть короче. Можно еще и это, и это отпилить. Пока вроде необходимости нет, пилить не буду. Что еще? Ну, ручку я всегда ставлю, чтобы пассажир мог держаться. Очень удобно. При нее ходит много всяких легенд. Оставим это придумщиком легенд. Как бы, нормальная ручка, удобно. Сейчас еще покажем дисплей такой красивый. Он глянцевый, черный. Он не самый последний, да. То есть, здесь есть какие-то элементы, которые в виде пиктограмм выполнены. И есть какие-то элементы, которые выполнены в виде графики. То есть, такая комбинация. Ну, скажем так, не самый лучший дисплей с точки зрения, там, награды за дизайн, да, в 20-м или в 21-м году. Но к чтимости, к информативности, вопросов и претензий у меня нет. Никаких. Тем более, ну, ты туда смотришь только для того, чтобы настроить что-то. Ты только ты все настроил, ты больше туда не смотришь. Хочу, как бы, обобщить три момента. Первый, для чего он вообще, в принципе, был выпущен. Раз. Кому он может потребоваться и кому будет интересно, это два. И третье, ну, там, небольшие исторические параллели, да. Начну с третьего. Не буду проводить никаких параллелей исторических, потому что какая разница, какая была первая мультистрада, какая разница, какая была вторая мультистрада, какая разница, кто подписывал в производство или в разработку дизайна, как их звали. Это вообще никого не волнует, да. Вот есть готовый продукт, который сейчас, вот он вот такой. То есть, он вам может нравиться, он вам может не нравиться. Никакого отношения к прошлым продуктам он не имеет. Равно, как и к новым, которые сейчас выпустила фирму Ducati тоже. Потому что V4, это совершенно другая история. С другой рамой, там, монокок, с другими моторами, с другой концепцией и так далее и тому подобное. Поэтому я считаю, что исторические параллели, это не более, чем пустой звук. Мы их породить не будем никогда. Вот мотоцикл, производитель, есть его характеристики, есть аудитория и на этом все. Так вот, к вопросу об аудитории. То есть, это 100% мотоцикл выходного дня, потому что каждый день ездить на нем на работу, где бы ты не работал, какие бы ты расстояния не покрывал. Но это, скажем так, коммерчески невыгодно, потому что большие пробеги ты потом Ducati не продашь никогда. Ну, у людей есть понимание, что, во-первых, Ducati очень нежная, во-вторых, она быстро изнашивается, очень смешно. И, в-третьих, то, что надо покупать мотоцикл с какими-то супер минимальными пробегами. То есть, кавасаки с пробегом 50 тысяч, ни у кого вопросов не возникает. Например, к Ducati с пробегом 50 тысяч, это типа покупать нельзя. Хотя, вот эти вопросы связаны с подвеской. Как бы здесь ЗАГС, ну, что может пойти не так с ЗАГСом? Это, как бы, проверенная техника, это немцы. Брембо, что может пойти не так с Брембо? То же самое. Итальянцы, проверенная техника. Рама, допустим, мощная клетка. Что с ней может быть? Ничего, если ты у него бить не будешь. Дальше, мотор. Мотор, как бы, очень известный. Это последняя генерация, на которой убраны все-все-все-все косяки, какие были раньше. То есть, как бы, проверенная техника. Я смотрел в интернете обзорчики. Там были ребята, которые ездят на них там и по 60 тысяч километров, и по 70, и ездят дальше. То есть, это не то, что 60-70, все, привет. А это просто, как бы, мотоцикл, на котором человек ездит. Ну, и, собственно, это мотоцикл выходного дня. Прекрасный мотоцикл для двоих. Ездить по дорогам хорошим и плохим. Возможно, если вы умеете ездить в недороге, вы можете на нем ездить в недороге, одев соответствующие шины. Но, в принципе, это такое хорошее, типа, Lexus 570. Я, наверное, так подозреваю. На больших колесах, с хорошими тормозами, с хорошим мощным мотором. Обеспечивает достаточно большой уровень комфорта. Вот, собственно, и все. Кстати, забыл две вещи. Первая вещь – это ключи. То есть, здесь бесключевой доступ, но он реализован грамотно. То есть, у тебя есть ключ, которым ты открываешь багажник. Ну, там, условный багажник, да, там небольшое количество места есть. И бензобак. Ты можешь дополнительно купить бесключевой замок на бензобак. Но я не хочу, потому что все-таки, мало ли, вдруг что-то как-то электроника с глюча. Ты приедешь, пытаешься открыть бензобак, там, заправиться, он где не работает. Поэтому, в конце концов, я на самом деле оставлю горловину бензобака под ключ. Ну, сам ключ тяжеленький, но что очень приятно. В отличие от ключей BMW, я уже говорил, которые прям такого дешевого китайского кустарного пластика, здесь все прям очень четко сделано, красиво подогнано. Он металлический и тяжелый, приятно ощущать в руке. И, конечно, звук бомбический. То есть, у КТМа звук двушки, он такой хороший, но он стандарт. Бу-бу-бу-бу-бу. У Гуся звука никакого нет. У него такой какой-то безродный механический звук, выхлоп, там, прру-ру, как-то он какие-то звуки, из-за этого смешные. Дукати прям хлестко бьет, то есть, он такой прям выхлоп офигенный. Включаем. Прям очень приятно, на самом деле, звук такой заводящий. То есть, ну, мотоцикл сам по себе эмоциональный. То есть, если вот на версисе я езжу, никаких эмоций не вызывает. Это просто как бы средство передвижения. На этом ты выезжаешь, и, понимаешь, он прям хочет, типа, давай-давай-давай-давай, поехали дальше, крутим. Ну, вот теперь все. Поэтому ставим лайки, подписываемся, пересылаем ссылки друзьям. Всего доброго, до свидания, до следующей встречи.